Я её очень-очень-очень давно как бы готовил. Ну вот, пролегомины к скептицизму и скептической ортодексологии. Скептицизм получается от Перона до Шадова. Такая небольшая статья перед аукционом, давайте её немножко, ну вот, прочитая, пролистаем. Рекомендую всем прочитать в полном виде, статья большая, довольно основательная. Так вот, так вот, давайте попробуем разобраться. Что такое скептицизм? Начнём с простого. Трудно представить себе человека, который живёт без догм. Почему? Потому что всякая догма, ну догма это любое убеждение. Абсолютно любое убеждение. В переводе с древнегреческого догма, ну это переводится так, мнение, учение. То есть вообще любое мнение, любое учение, ну у греков было догмой. Просто потом в процессе определённых исторических преобразований догма приобрела такой христианский смысл и начала применяться по преимуществу к религиям, но тут это уже не так важно. Я употребляю слово догма чаще всего в значении мнения, учения, убеждения. Так вот, вопрос в том заключается, чем скептик отличается от догматика. Первое, чем отличается скептик от догматика, это, ну, вообще почему такая проблема ставится, да, вообще? Не существует такого абсолютного скептика, у которого вообще никогда в жизни не было никаких убеждений, и то, чтобы он даже на протяжении определённого длительного периода времени мог бы как бы это удерживать, вот это вот состояние без убеждений, нет, такого тоже не происходит. Во-первых, скептицизм это именно состояние, а не какое-то полноценное учение или установка. Постоянно и во всём быть скептиком, вероятно, невозможно, и никто не достиг на этом пути успеха. Ни Перрон, ни Секс-Эмпирик, ни Александр Шадов, получается. То есть никто даже на это не претендует. Во-вторых, скептик сомневается не по наитию догмы, то есть не по учению скептицизма, а просто так. Здесь не должно быть никакой причины. Без каких-либо очевидных догматических установок скептицизм, естественно, проистекает из плюралистического опыта скептика. Дойти до такой естественности крайне трудно, поэтому, кстати, трудно объяснить людям, как это, в принципе, работает. Это, наверное, нужно как-то пережить или, не знаю, с этим нужно иметь дело просто. И ведь опыт скептицизма, опыт сомнения, ну, не всем дано, но можно попробовать. В-третьих, скептики не столько воздерживаются от суждений, как это написано в античных книгах, они воздерживаются от убеждений именно, то есть от догм. У слова суждения в наши дни просто имеется несколько значений. Одно из них подразумевает наличие некоторого высказывания. Понятное дело, что скептики не запрещают себе высказываться. Ни в коем случае не запрещают, но смысл запрещать. Это была бы догма. Скептики не следуют данной догме, поэтому суждения они могут делать любые. А вот убеждения... Убеждений у них нет, по определению, получается. Так, да, этой статьи не хватало, но понимаете, в чем дело плага? Просто у меня есть тексты по теме скептицизма. Много текстов, там, не знаю, 99 тропов скептицизма, там, и многое-многое-многое другое. И статью мне как-то было писать все это время неинтересно. И я решил, ну вот настало время, настало время, настало время уже написать эту статью, чтобы людям было понятно. Вопросов много назревает. Главное, очень много вопросов было от людей, которые хотели в этом разобраться. И в скептицизме вообще здесь реально статья с большим обзором историческим. Я ее рекомендую всем, кто хочет разобраться в том, что такое скептицизм. И она будет с ссылками. Правда, не с прямыми ссылками, но вы поймете. Дальше. В четвертых, в скептицизме нет ни одного запрета. В том числе нет запретов на действие, бездействие и утверждение. Ну, опять же, возвращаемся к прошлому пункту. Скептик может говорить все, что угодно. Это не опровергает скептицизм. Он также может делать все, что угодно. Вести обычный образ жизни, там, например, не знаю. Кушать картошечку, стримить. И вообще все, что угодно может делать скептик. У него вообще нет никаких ограничений здесь. Вот и получается, что, ну, ограничений здесь нет. И какие-нибудь, знаете, аргументы в духе. Ну, ты же скептик. Ты должен сидеть и пускать слюни, они не работают. Скептик не должен ничего делать. Вот не то, что не должен ничего делать. У него нет никакого долженствования. Он может делать так, может делать не так. Может пускать слюни, может не пускать слюни. Какая разница? Тон Фен приветствую. В-пятых, скептик это не столько человек-бог, который не имеет никаких убеждений, опять же повторяем это. Скептик это человек, который может фиксировать свои убеждения. Скептик это человек, который может фиксировать свои убеждения и бороться с ними. Скептик в целом видит многообразие разнородных мнений и не может до конца убедиться ни в одном из них. Но это не значит, что порой мнения не берут над ним верх и не управляют его действиями и выбором. То есть здесь как-то все получается тоже скользко И дальше мы начинаем вводить предварительные термины Это эпохи, атраксия, троп, догма, скептицизм Тоже обо всем вы можете прочитать Кстати, слово скептицизм давайте обращу внимание Видео заказывать можно, конечно Я сейчас быстро закончу со статьей Потом аукцион, ну и потом заказанные видео будут Если на аукционе вообще что-то разыграется сегодня, не знаю Поэтому давайте продолжим немножко по статье Я быстро про ней пробегусь, потому что статья большая, основательная Так вот, скептицизм Нередко переводится как рассматривающий, исследующий, ищущий То есть скептики это те, кто ищут обычно Некоторые переводят это слово так Но на самом деле, а что ищут скептики? А что они вообще потеряли? Что конкретно скептики потеряли? Почему они должны что-то искать? Вот этот вот поиск, на мой взгляд, не является обязательной характеристикой скептицизма Иногда может быть, ну, у скептика некий поиск А иногда может его и не быть Здесь, то есть, нет какой-то тоже определенной догмы Аналоги скептицизма в Индии Ну, это, во-первых, Санджая Белатхипута Школа Аджиняна Работа Нагарджуна, и сюда можно привести И Джайрос Бхата Вот, Джайрос Бхата Вот он тоже, вот такой вот приближенный персонаж к скептицизму Удивительно, что скептицизм так или иначе появлялся во всех трех великих философских культурах Непонятно, это было как-то связано или как-то не связано У китайцев сложнее, у китайцев вроде только один скептик какой-то, около скептик был И то он больше на критика похож У индусов посложнее Первый персонаж, который нас интересует, это Санджая Белатхипута Один из шести еретических учителей Его учение изложено в буддизме Он, в общем-то, анти-тетралему продвигал То есть, и критиковал в том числе тетралему Интересно Наибольший интерес же для нас представляет индийская шраманская школа Которая называется Аджиняна Ее представители считали, что невозможно получить знания метафизической природы Или установить истинную ценность философских положений И даже если знание было возможно, то оно бесполезно и невыгодно для окончательного спасения Так Здесь на самом деле мы видим не то, чтобы скептицизм В чистом виде, это больше скорее Аджиняна, не знание Агностицизм Агнозис Агносис, Аджиняна, ну вот это почти кальки, как бы, получается Скорее это на агностицизм больше похоже, чем на скептицизм Но тоже интересно Но тоже очень интересно И в некотором роде родственно, как бы Есть некое сближение Нагарджуну здесь тоже рассматриваем Как в каком смысле буддизм матхямаки может вообще считаться Так или иначе скептичным А есть некоторые основания Дхармы пустотные Ну то есть феноменальный опыт, который испытывает буддист, когда что-то исследует Там типа ом, ом, ом И у него там куча дхарм То есть единичных каких-то ощущений Многие считают, что это реальные психофизические атомы Которые существуют реально Ну то есть это школы до матхямаки так и считали по преимуществу Нагарджуна пришел и говорит Ребят, нет, они пустые на самом деле, ребят Они просто пустые Это просто феномены И ничего больше Как бы Это пустые феномены И вы с ними имеете дело И думаете, что они реально То есть здесь есть некое Не то чтобы сомнение Опять же отрицание концепций Но Но Матхямаки становятся вообще Такой обычной нормой Возможность спора с представителями других направлений Когда сами, в общем-то, матхямаки Не апеллируют к Различным позициям из своего учения Это круто Это круто, потому что это очень на софистику похоже Но Скептики это заимствуют у софистов И матхямаки делают то же самое То есть Их убеждения не являются настолько Как бы, не знаю, что ли, убедительными Не являются настолько догматичными Что они даже в каждом споре пропихивают себя Понятно Также у Нагарджуны есть критика языка Вообще Любых языковых построений Что тоже интересно И нас интересует Да, друзья, если что Закажите мне Васила С удовольствием посмотрю Так вот Вот Джарасибхата Вот этот вот автор Восьмисотый год Нашей ружья У него есть текст Который называется Татвопаплавасшимха Вроде Лев, пожирающий все категории Я сегодня как раз выложил комментарий Осьминог, пожирающий все категории Ну вот Это с отсылкой Вот на вот этот Прикольный текст Я пока его не читал Он, видимо, на русском языке Не издан даже Недавно я познакомился С этим персонажем У него есть определенные Короче, у него тоже есть Определенные истоки Скептицизма Можете прочитать В этой статье про это Софисты и Сократ Как притечи Скептицизма Здесь я рассматриваю Тоже вот эту данную Интересную проблему Ну потому что Софисты Так или иначе Первыми в Греции Начали придерживаться Неких отрицательных Философских тенденций Типа релятивизма Агностицизма И атеизма Релятивизм Соответственно Протогор Агностицизм Горги и Ксениат И атеизм Продик Более того Они разрабатывали Те методы Которые в итоге Потом перекочуют Скептицизм Поэтому ну Очевидно что Софисты так или иначе Родственные со скептиками Более того Более того У замечательного Потрясающего Перона Было два учителя Это во-первых Ученик Демокрита Анаксарх Напоминаю что Кстати Демокрит Был учителем И Протогора в том числе Протогора Самого главного софиста Самого крупного А также софиста Брессона То есть опять же Перон учился у софиста И математика Брессона А опять же о родстве Скептицизма И софистике Вот здесь небольшой Такой тонкий намек Так вот Замечательный Перон О котором мы сейчас говорим Первый скептик по сути Это считается первым скептиком Основателем школы скептицизма В античном мире Этот замечательный человек В том числе Путешествовал Вместе с Александром Македонским Опять же судя по слухам В Индию Где повстречался с индийскими Гимнософистами О чем будет посвящена Вот тоже одна статья попозже Так вот Он первым сформулировал Учение скептицизма Так или иначе Но оно у него очень Какое-то этическое Скорее Какими являются качества вещей Перон отвечает Мы этого не знаем Потом Вы понимаете Скептицизм больше сконцентрируется На этом высказывании Мы не знаем Какие качества вещей И этого нам хватает И тут дальше Как мы должны вести себя По отношению к вещам Следующий вопрос Перона Поскольку мы не знаем Их суть Мы должны воздерживаться От суждений по их поводу Но это тоже Обычно в скептицизме присутствует А вот последнее На мой взгляд Уже слишком лишнее Каковы следствия Нашего поведения По отношению к вещам Воздержание от суждений Дает покой и счастье То есть понимаете Скептицизма Я его обычно отметаю Он мне методологически не нужен Ну и он явно догматичен Ну не важно Не важно Не важно Ну вот Как цитируют обычно Замечательного О и дал шанс утонуть Анаксарху в болоте Да Да Это было смешно Ну прикольно Это было смешно Но прикольно А почему он дал Анаксарху в болоте Ну утонуть Кстати Ну Анаксарх не утонул Но ладно Почему Почему он прошел мимо Да Потому что Ничто в действительности Не является Непрекрасным Небезобразным Несправедливым Несправедливым А так как Все в себе одинаково На самом Безразлично Именно безразлично Не одинаково А безразлично И поэтому Оно не в большей степени Одно чем другое Поэтому все вещи Не только неразличимы Но и неисследуемы И неопределимы А все наши мнения И ощущения Не являются ни истинными Ни ложными Не следует им верить Ну как-то так На самом деле Вот в этом высказывании Огромное количество догм И скептики Особенно поздние Античные скептики На самом деле Каждое из этих высказываний Могли бы подвергнуть Сомнению Потому что Ничто в действительности Не является прекрасным Алло Что? Это высказывание полноценное Мы убеждены в этом Или не убеждены Ничто А вдруг что-то является прекрасным А вдруг что-то является безобразным А вдруг что-то является справедливым Или несправедливым Ну то есть понимаете Скептицизм может двигаться Дальше перона И скептицизм двигается Дальше перона Это и Тимон знаменитый И прочие ребята Ну мы не будем на них Тоже зацикливаться Правда вот я сейчас хотел бы Обсудить легенду о том Что перевез Перон привез Скептицизм из Индии Притом нередко Люди которые утверждают Вот это вот Легенду о том Что Перон привез Скептицизм из Индии Нередко говорят о том Что он взял это У буддистов Буддистов Да Наиболее близкий К скептицизму Буддизм Это Матхямика Напоминаю Да То что Перон Умер в 2070 году До нашей эры А Нагарджуна Родился в 1550 году Нашей эры Круто Другие буддисты Они не такие Скептики Честно вам скажу Особенно ранние буддисты Они не такие скептики У них определенный набор практик Определенные убеждения были Определенное отношение К дхармам Вот эти вот Позитивное Вполне Позитивное отношение к дхармам То есть Матхямика Наиболее близка С скептицизму А вот буддизм ранний С которым как раз В теории Перон Мог бы проконтактировать Он не был таковым Легенда о том Что Перон привез скептицизм Из Индии Может как бы Оказаться верной Только вот благодаря тому Что в Индии Была вот эта вот школа Аджняны Куда более явными Президентами На роли индийских Прародителей скептицизма Являются представители Школы Аджняны Как раз Опять же Но у меня возникают Опять же вопрос А как Перон язык-то Индийский выучил А с чего он решил Как он смог понять Сложное философское Индийское учение Не понимаю Вот я вот это вот Просто не понимаю Насколько нужно быть Крутым Чтобы все так круто Понять Изложить И перенести На греков При том что Напоминаю Европейцы Нового времени Когда они переводили Греческие тексты И вдруг все стали Поголовно скептиками Вообще поголовно Тупо все стали скептиками И они нихера Правильно не поняли Что написано В общем-то в скептицизме Ну то есть Они не поняли Что там тупо было Просто вот вообще И поэтому сейчас У нас вообще все скептики Понимаете Вообще все Там не знаю Научные скептики Христианские Скептики террористы Там взрываются За Аллаха Но тоже скептики Все скептики Теперь Как ни странно А противоположность Скептицизм Абсолютное продуктивное мышление Нет Оно это не противоположность Продуктивность Не особо Ну Продуктивность И скептицизм Это параллельные Прямые Хотя не параллельные Могут пересекаться Просто две разные Субстанции Которые могут пересекаться А могут не пересекаться Ааа Вот Так Так-так-так-так-так Ну в общем Тут все понятно У меня на самом деле Знаете Мне больше кажется Что наверное Перон Он наверное Такой знаете Каноничный грек Он просто взял И переначал Учение софистов Может быть Чем-то вдохновился У индусов Но Как-то это доказать Вряд ли получится Во-первых Во-первых Трудно это доказать Во-вторых Еще труднее Как бы Себе представить Что на него Греки-то не повлияли Особенно софисты Очень трудно представить С учетом Что его учитель был софистом Один из учителей Был софистом А второй Учитель Он был учеником Демокрита А Демокрит Ну он тоже во многом Воспитывал софистов Там Получилось так Интересно Очень интересно Здесь же перечисляются 10 тропов Иниседема Может быть Когда-нибудь разберем Здесь все в принципе понятно Агриппы 5 тропов Агриппы Разбираются Тоже классная статья На самом деле Секст-эмпирик И про секс-эмпирик Перечисляются его тексты Его работы Его достижения Немного Ну тоже нормально Опровергается Скептицизм Академической Академии Так Если скептицизм Обычно непродуктивен То это не философия По твоему же определению Ну скептицизм Это не философия Да Максим Все верно В самом чистом виде Скептицизм Это не философия Это чистота То есть Это чисто Это позиция Нулевая Нулевая То есть философия Это когда вы делаете Какие-то утверждения И во что-то верите Что-то предполагаете Пытаетесь там доказывать Иногда не пытаетесь доказывать Ну в общем Философия держится На утверждениях А скептицизм На них не держится Скептицизм В некотором роде Может являться Некой такой базой Для философии Такой Знаете Нулевым уровнем А так важно Кто там На кого раньше повлиял Кто первый был Нежели то Что человек сформировал И как пояснил Дэн Дэн А тут вы знаете Что важно Важно Зародился ли скептицизм Сразу в трех культурах Или все-таки Это была Одна какая-то Линия Там в Индии Зародился Скептицизм А потом пришел В Грецию Это как бы Одна тенденция Одно Ну следствие Одних и тех же Как бы изменений Или это вот Параллельно Зарождалось То есть От ответа на этот вопрос Будет зависеть Насколько фундаментален Скептицизм Скептицизм Вообще То есть Если скептицизм Мог зародиться Во всех Возможных Там не знаю Регионах И культурах Но это значит Что скептицизм По сути своей Является Реально Неким базисом То есть Ну у нас Не могло там Зародиться Не знаю 50 христиан В разных культурах Не могло Потому что Разную культуру Не могло зародиться Там 50 платонизмов Потому что там Платонизма Свои особенности Там буддизмов 50 не могло Разных зародиться Независимо Друг от друга Потому что Тоже свои особенности У буддистов А вот скептицизмы Могли или не могли Могли или не могли По-моему Зародились Не знаю Мне кажется Зародились Я не знаю Я фиксирую Что они так вот Зародились И предпосылки Так или иначе К скептицизму Появлялись В разных культурах Ну в виде Агностицизмов Там релятивизмов И прочих Замечательных вещей Ну да ладно Потом я опровергаю Псевдо скептицизм Возрождении Нового Времени Я их очень не люблю Это одна из моих Любимых тем Вот этих всех Замечательных людей Которых называли Скептиками Но они не скептики Просто по определению Греков Вообще Скептицизм Вполне выглядит Как реакция На совершенно разные Но идеалистические идеи Денденни Не только идеалистические Я вас прошу Обратить внимание На тропы Иниседема Смотрите Большая часть Тропов Иниседема Так или иначе Посвящена Опровержению Любой возможной Империки Как ни странно Про органы чувств Среди людей Так же не существует Нет Это не то Чувствуют по-разному Имеют разные органы чувств Есть ссылка на статью Друзья Киньте пожалуйста В чат ссылку на статью Если кому не лень Ну то есть Здесь не то чтобы Идеалистические идеи Здесь любые идеи Критика любых Идей разнородных Ну да ладно С критикой тоже Нового времени Давайте обойдемся Здесь научный Псевдоскептицизм Это тоже не скептицизм Ни в каком виде Ну и вот Возрождение скептицизма Александром Шадовым И новое скептическое учение Современности Ортодоксология Давайте пролистнем лирику И давайте посмотрим Что я сделал Я создал позитивный Скептический проект Самое главное отличие Моей философии От философии Ранних скептиков Заключается именно Вот в этом Позитивном учении То есть Я вообще С помощью скептицизма Отошел от исследования Всякой истины Начал исследовать мнение То есть Я занимаюсь Доксологией Спасибо большое Маркус за ссылку Спор с Василом Немножко видел Но я не стал его полностью смотреть Бесплатно Я уже Я уже бесплатно ничего не смотрю Ха-ха-ха-ха Чтобы исследовать мнение Я разработал Также и новую Недогматичную герменевтику Ознакомиться с этими работами Можно вкратце В таких статьях Как про предефтика Ортодоксологии И герменевтика Ортодоксологии А также я разрабатываю Скептический плюрализм Ортодоксология Делает радикальный поворот От пиранизма К старшей софистики И возрождает Плюралистический дискурс Протагора Этот пункт тесно связан С исследованием Мнений И обусловленным А также поиск Поиск я отрицаю Поиск скептики Они ничего не ищут Потому что они ничего По сути не теряли Трактовка скептика Как вечного ищущего Противоречит Поведению самих Античных скептиков В данном случае Атораксию Тоже отрицаю Но она не обязательно От нее можно отказаться И она даже вредит В данном случае Моему исследованию Поэтому мы без нее Я дополнил Большое количество Тропов Было 15 В скептицизме Стало 99 Я в принципе допускаю Возможность Бесконечного их расширения Антисайентизм Современный скептицизм Нацелен на критику Самого популярного И догматического Философского учения Или религии То есть науки А также верных ее адептов Сайентистов Ну то есть здесь тоже все понятно Моя специфика критики Прежде всего направлена Против науки Критика остальных Меня мало интересует Потому что остальные Сейчас находятся Либо в очень бедственном положении Ну либо не особо Спротивляются Творчество Чистый скептицизм Оказывается отличным Базисом для Ничем не ограниченного Творчества Что я реализую В своем в общем-то деле Пишу романы В огромном количестве Стихи И по-моему Получается В самый раз К комбинаторику Добавляю также Шедавизм И духовные практики То есть у меня У меня есть религия Основанная на скептицизме Дополнительно Как ни странно То есть Вот еще Еще много-много-много Всяких дополнений Со всякими тонкостями Антология скептицизма У меня есть книжка Например Есть Исповедь скептиков Огромное количество Книг посвященных скептицизму У меня присутствует Так вот Остановить Запись Ну не в смысле Трансляцию Сейчас